большой корабль он как раз и проходит по каналу всем остальным дается куча взяток и они на лодку не приходят но я бы проводил это время где-нибудь в интересном месте они стоят посреди канала что это значит что мы наконец-то прошли этот гребаный свет когда их спрашиваешь какая ваша супер сила они говорят я человек говно можно сниматься в порнухе у него чувства стыда нет вообще и сказали добро пожаловать вот сейчас увидите большой корабль он как раз и проходит по каналу вот вот этот ехать club я так понимаю что это местное есть он мечеть сверху спереди еще не проснулся здесь есть два местных клуба это все для своих для сотрудников которые работают в канале бич club это просто там кафешки всякому кафешка но здесь кстати нигде не продают алкоголь а это детский клуб сюда приходят с детьми 20 фунтов стоит вход и тусят с детьми стоянка на вот таких вот буях стоит 21 доллар в день и здесь мы будем стоять две ночи поэтому нам прохождение канала и стоянка только в этом клубе обойдется в 42 доллара и еще один в измайле и посредине но там уже отдельно покажу расскажу в общем дело здесь как вы понимаете совершенно нечего нахождение в этом я в клубе обязательно так как здесь будет проходить измерение лодки еще одна проверка военными перед прохождением канала всем остальным дается куча взяток и они на лодку не приходят короче в этом суэции мы уже стоим получается мы пришли среди ночи простояли до утра на следующий день мы занялись всеми оформлениями плюс один день и должны были выходить до выходить на следующий день нам сказали нет извините нельзя потому что по каналу идет военный корабль а когда идут военные корабли то любое плавсредство до 300 тысяч тонн ой до 300 тонн да должно стоять и в канал не заходить в общем мы посмотрели на этот военный корабль который прошел он размером с буксир то есть из-за этого нужно было закрывать канал как по мне это странно но это их правило ладно и мы простояли и вот это сейчас идет следующий день мы надеемся что мы канал таки пройдем нужно было сделать подождать пока придет navi офицер но он не пришел мы просто отдали бумаги есть возможность вам просто поставить свои печати штампик и даже не будет приходить это конечно будет плюс он должен был прийти вчера вечером но в канале сел на мель большой контейнеровоз это потому что был отлив вот буквально вот здесь напротив ну как он просто стоит себе контейнеровозы все нам сказали он стоит на мели ждет прилив на приливе поднимается вода там на метра полтора он снимается смели идет дальше по каналу то есть он такой на лимите шел вот ну к самого корабля здесь уже не вижу поэтому я думаю что он уже смели поднялся и есть шанс что сегодня все таки мы пройдем в канал касательно цен на канал это отдельная история вообще вызывает у меня чувство негодование и вообще вся эта инфраструктура в египте с этими там дай бакшиш дайте без да еще вот это вот говно все короче это просто какой-то блять извините отстой потому что есть какой-то прайс ты готовишься потом оказывается что она в два раза больше они это не сказали они это не ушли короче это все уже вот где мне сидит я надеюсь уже свалить отсюда чтобы об этом ничего не знать и больше я сюда не хочу идти разве что может быть в обратно в азию транзитом без остановок без ничего просто просто пройти и больше в этом не участвовать короче ждем сегодняшний день он принесет какую-то информацию будет видно вообще что происходит потому что уже здесь стоять надоело здесь на берег можно выйти но мы уже конечно имеем штампы в паспорте в которых выходить на берег нельзя но нам сказали ну типа можно и всякие там интернет фрукты это все нам привозят это конечно плюс но я бы проводил это время где-нибудь в интересном месте они стоять посреди канала и ждать пока они там соизволят пропустить лодки короче тут же устала от этого всего достаточно для меня арабского мира мы сейчас стали в марине измалия это марина которая находится в середине советского канала то есть вот как это все выглядит уже конечно темно и знаю как будет вам видно но я думаю что посмотрите прочее мы стоим на пирсе это ресторан уже среди ночи это все закрыто вот вода электричество здесь есть марина стоит 21 доллар естественно все ходят тут спрашивают еще дополнительно бакшиш бакшиш дай денег дай денег дай денег дай денег короче они реально здесь достали эти попрошайки такое количество они ничего не делают они только просят денег причем им дают а чего так мало живу лишь пошел ты отсюда а нет давайте больше потому что если больше не дадите там мы пайлота не привезем или еще какая-то какая-то какашка короче вот уже это красное море они находятся то есть из 100 людей 20 нормальное остальное просто реальное говнище то есть и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И с ними очень хорошо иметь дела Потому что они четко знают, что делают Такие как Ибрагим, который нам починил всю лодку Ходил, спорил, до последнего выторговывал каждую копейку То есть он именно реально отрабатывает свои деньги Шериф, управляющий Мариной Зная всю сложность ситуации Он пытался максимально сделать так, чтобы нам было комфортно Чтобы я не обходил Марину Он отправлял какого-то человека, чтобы меня на тузики перевезти на лодку То есть даже в мелочах такие люди Они делают то, как это должно быть А есть другая категория людей Это люди-супергерои Когда их спрашиваешь, какая ваша суперсила Они говорят Я человек говно И вот это вот говно Это их суперсила и супервозможности Причем таким людям совершенно не хочется ни помогать И никак идти к ним навстречу Давайте рассмотрим примеры Агент, который делает свою работу отлично Но в его окружении огромное количество супергероев И заказывая Пайлота Пайлот приезжает к нам на лодку Мы идем по Суэцу И агент мне говорит Стоимость Пайлота это чаевые Это такой тариф здесь в Египте Для Пайлота чаевых 30 долларов Приходит время рассчитываться Пайлот берет эти деньги в руку с таким лицом Как будто ему в руки нагадили И такой говорит А это что, все? Я говорю, а сколько ты хотел? Он такой Нет, ну мне говорили в Марине Измайле Что это будет 40 долларов Я говорю, нет, спокойно Звоним агенту Сейчас он тебе расскажет Где 30 долларов, а где 40 Он такой, ну ладно, хорошо Но надо дать чаевые Пайлот боту Который его приедет заберет Я не выдерживаю Звоню агенту И говорю Что за хрень каждый раз происходит В Марине Измайле И они все время с меня требовали денег Говорили, что они не привезут Пайлота с утра Хотя это уже все было договорено Здесь Поговори Он разговаривает с Пайлотом Пайлот говорит А, все нормально, мы договорились 30 долларов Достаточно с головой То есть Это чмошник Пытается развести В любом Возможном При любой возможности Он пытается заработать на тебе деньги И вот это вот человек Говно И таких людей Я думаю, что все-таки большинство Есть редкие исключения Люди, с которыми действительно приятно А вот эта вот вся основная масса Это те, с которыми не хочется работать Не хочется ехать И мне сейчас Если будет стоять вопрос О прохождении Суэцкого канала Опять Может быть я пойду через два океана Чтобы не видеть вот этих вот людей Наделенных суперсилой Настолько это все напрягает Еще одна ситуация По поводу людей-супергероев Мы выходим из Суэцкого канала Ссадили Пайлота Все, мы уже направляемся на латеральные буи Чтобы выйти в сторону Израиля Несется Пайлот такой Оранжевый, красивый, новый Выбегает чувак и начинает говорить Куда вы идете? Какой у вас предыдущий порт? Я говорю, ты кто такой вообще? Он такой Вы говорили с порт-контролем? Я говорю, мы обо всем договорились Все печати есть, все документы есть Что ты хочешь? Кто ты вообще? Он такой Дай мне бакшиш На это все смотришь У тебя опускаются руки Ты не понимаешь Что это за чмо? И что он от тебя хочет? Он прилетел на своем катере И прямым текстом говорит Давай бабло Просто так Что он внес? Что он хорошего сделал? Он нам чем-то помог Естественно, его сразу послали нахрен Я с ним даже не разговаривал Он еще ехал сбоку В надежде, что я пойду ему что-то поговорю Потом он мне повторил бакшиш Я улыбнулся Я сказал ему Типа, давай, пошел отсюда А развернулся И уехал Попытка не пытка Попытка не пытка Вот таких вот чмошников Наделенных суперсилой Большинство в Египте К сожалению Надо знать свои права Да, нужно знать свои права Нужно знать цены Нужно понимать, как это работает И в случае чего Не просто посылать А делать это конкретно, аргументированно Чтобы потом этому человеку Было тебе стыдно смотреть в глаза Но я думаю, что им не стыдно Потому что Дай бакшиш Это если этот человек Может себе такое позволить Приезжая на лодке Я думаю, ему вообще ничего не стыдно Ничто не чуждо Ничто не чуждо Ему можно сниматься в порнухе У него чувства стыда нет вообще Итак, други мои Как вы уже знаете Как я говорил раньше Мы идем в Израиль Наверное, стоит рассказать О моих впечатлениях О Средиземном Ух ты Да, это были гельфины Продолжаем Стоит рассказать О моих впечатлениях О Средиземном море Очень смешно Потому что Я уже забыл Что такое бывает Мы пришли Начались вот эти Вот эти волны Короче, кроме смеха Пока они у меня не вызывают ничего Ну, в принципе Здесь и погода хорошая Но все равно На таких волнах Таких волн не бывает В общем В океане таких волн не бывает И их не бывает никогда Вот Ну, давайте я вам покажу Немножко, как идет наша лодка Идем мы со скоростью 8,5 узлов Я добавляю немножко мотором Потому что У нас есть некоторые сложности В Израиле В пятницу В 12 часов Начинается шаббат Или шаббат Поправьте меня Если я сказал неправильно Ну Не в этом Суть Вот Нам нужно дойти 127 миль Сейчас у нас 14 часов И нам нужно дойти 127 миль Так, чтобы До 12 часов Завтрашнего дня Пройти все Регистрации Потому что Потом Начинаются О, опять дельфины Потом Начинается Подорожание Стоимость 2000 шекелей Если учесть Что 1 шекель 1 доллар 2,5 шекеля То ничего Хорошего Нас не ждет И если будет так То мы Наверное Будем вынуждены Уйти в Грецию Но Пока у нас есть Все предпосылки Все успеть Вот Короче Вот так вот Мы идем Волнами Мы это Не считаем Мы идем Под полными Парусами Короче Нам надо Теперь Касательно Цен Что Во что Нам обошлось Это я расскажу В самом конце Видео Вы посмотрите Лист Но Долго давя Агента И всякими Различными Путями Я его вывел На чистую воду Все агенты Сговорившись Говорят Что нужно Проходить Оформление И в Порт Саиде Или там В Кургаде Или в Суэце Неважно И платить Таксу Для чекина Так вот Если вы проходите Транзитом Ее платить Не нужно Вы платите Только за прохождение Суэцкого канала В итоге Это получится Сумма Порядка Тысячи долларов За такую лодку Как у нас Но все равно Это тысяча Но это не тысяча Плюс 1200 Поэтому Можно пройти Суэц И можно его Пройти Транзитом Поэтому Если кому Нужно прийти И вам Начнут агенты Рассказывать О том Что это сделать Нельзя Средний палец И аргументированно Говорите Куда идти Агентов много Находите другого Работает Супер Транзитом 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 Пошли Транзитом Транзитом сейчас мы связались с navi израиля это где-то 25 дней они меня звали уже давно но дальше связь не работает поэтому сказали ожидайте пять минут часа местами попытаются связаться опять может быть для уточнения деталей не знаю посмотрим при петли с дуни дзеней моски по москва а excuse me I don't understand what what do you need Субтитры сделал DimaTorzok 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 поводов не доверять, то проверка происходит именно так. Запросили данные, приехали, проверили. Они, не они. Если нужно, проверят в порту. У меня есть такой хэштег без... Вы знаете, да? Это вот такой вариант. Мы уже на подходе. Совсем осталось немножко, совсем чуть-чуть. Тель-Авив. Вот, пожалуйста. Друзья, как это все было? Мы приехали на пирс. Как мы говорили, по дороге нас проверил катер охраны. Мы рассказали катеру о том, кто мы и сколько нас. И они уехали. После этого мы приехали на пирс. Мы пообщались с службой безопасности. Естественно, как вы знаете, они позадавали много разных вопросов. Где мы, что мы, как мы и вообще. Затем они проверили лодку. Ничего особенно не перерывали. Просто взяли брызцы пыли, проверили их, наверное, на кту. Я не знаю, на что они ее проверяли. Вот. И сказали добро пожаловать в Израиль. Мы оформились в Марине и стали на наше место. Вот как это выглядит. Смотрите, вот лодки, которые здесь стоят. Офис. Лодок много. Марина большая. А у нас есть водоэлектричество. И сейчас мы, возможно, даже подключим интернет, который здесь в теории есть. Вот. Стоим мы возле пирса. Обычно такие пирсы плавучие. Но здесь из-за того, что нет отливов-приливов, они просто бетонные на столбах стоят. А отливы есть. Но они 10 сантиметров, там может 15. Поэтому отливами мы их не считаем. Что здесь еще есть из возможностей, я покажу. И покажу, как это выглядит. Следите, оставайтесь с нами. Друзья, привет. Мы начинаем дружить с другими блогерами, которые делают интересный контент. И сегодня я хочу вам рассказать про канал Ивана Сайченко. Иван работает на СТО и рассказывает и показывает о том, как устроен автомобиль, как работает электроника, двигатель и прочее, прочее, прочее. Также на канале рассказывает о том, какие жести встречаются при захождении машины на автосервис. Если вас интересует не только яхтинг, но и автотематика, заходите на канал Ивана, смотрите и получайте удовольствие. А мы будем продолжать вам далее рассказывать о яхтинге. До встречи в море, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова